что друзья всем привет наступил следующий день сейчас мы поедем на метро до буш-халифы или еще куда-нибудь я не знаю пока все видео спонтанные здесь нет времени планировать особо как получается так и записка ближайший ко мне метро это сабхар и алти куда нужно дойти минут десять движение здесь я бы сказал не такой уж и плотная на машине вполне можно передвигаться мои международные водительские права еще не пригодились но у меня еще много времени ездить три дня только пока что нахожусь я буду адаптироваться в городе дубай и буду вам это показывать кофе горячий латте жару тоже отлично заходит почему бы и нет у меня два выбора пойти до метро еще есть с этой стороны с чуть-чуть ближе поэтому пойду туда это где я вчера покупал шорты и футболки все открыты к общению я уже со столькими людьми познакомился просто без иностранцами и на английском общаться просто кайф учить английский практика английского здесь просто мощнейшая сейчас одна из задач это попробовать купить билет и по правильной цене не по завышенной терминале оплаты зашли в метро точнее переход через дорогу а вот тут уже кайф прохладно кондиционер работает кофе допил не знаю где выкинуть пока еще урна не нашел дороги очень широкие просто так не перейдешь поэтому существуют такие переходы смотрите как они расположены тут трэмс тут рейн вот такая она пустыня нереально дикая жара если прямо идти exit выход и поезда метро направо ничего сложного я ходил на той стороне дороги уже перешел я не знаю на каком моменте одевать маску наверное лучше сейчас штраф неохота получать почему я не понимаю потому что некоторые люди с масками другие без масок непонятно вот таких аппаратах можно купить билет я хочу сейчас приобрести тут английский язык должен быть english выбираем дневной абонемент и разовая поездка давайте попробуем разовую потому что не туда обратно gold это gold вагон и regular это обычный тут цена будет исходить в зависимости от того куда едешь station name давайте бурж халифа наберем бурж халифа дубай мало метро station туда мы и поедем и зависимости от этого от расстояния формируется цена 8 дирхам оплачиваем кэш так такие крупные купюры не подходят для аппарата поэтому сейчас буду разменивать такие специальное окно для размена меня завели в отделение полиции метро сейчас расскажу подробнее из-за чего и что там было третий день дубай уже имея дело с полицейскими я аль-махаттал кавима хия аль-халижу кужари и доник стоящим из бездай следующая станция моя вот эту карту нужно будет приложить чтобы выйти из метро у меня дубаш халифа было оплачено а вот и бурж халифа самое высокое здание готова я на станции бурж халифа такой приятный язык арабский блин и голос приятный метро лин арабский язык такой красивый особенно объявления вот эти в метро что женский что мужской голос очень приятно звучит очень красивый когда самолете летел тоже объявление на арабском так приятно слушать сейчас будем прикладывать карту чтобы выйти из метро при вас это сделаю о прошел кстати полицейских снимать нельзя и этот еще здесь пить нельзя метро и спать идти и дубаш халифы до дубая мол очень долго поэтому такие трава латар спасают придается ощущение ускорения вот так идешь короче пипец супер так выглядит downtown центр города и без невероятно красиво оазис с высокими домами с пальмами с газоном с кустами я в шоке просто на эти рыбки в угол забились все что я наснимал дубая моли меня заставили удалить потому что нужно разрешение а ходил я там больше получаса ну почти целый час а это у нас downtown центр города жалко конечно что пришлось весь материал удалить но что поделаешь тут покрытие асфальта частично асфальта здесь плитка как у вас дома на кухне это все плитка и поэтому колеса скрипят очень и очень красиво все оказывается туда обратно я еще съездил что на день получается целый то есть до буш-лифа и обратно еще съездил тогда недорого получается ограничение тут сто километров в час виде красное полотно и там в значении сотка наконец-то мое путешествие бур шалифе закончилась очень тяжело устал дико хорошо что курьером много работал опыта много пешей ходьбы все все Вот эти автобусы, они для рабочих. Вот как у нас базики ездят, служебных рабочих нас возят. Вот этот отель, Риксус, очень красивый вообще. Возле него всегда ламбы стоят и феррари. Супер. Всем привет. Сегодня хотел бы рассказать историю про то, что не везде можно в Дубае снимать. Я сегодня ехал в Бурж-Халифу, как вы все знаете, да? Я захожу в метро, снимаю. Хотел снять, как я покупаю билет, то есть сколько стоит билет в метро и так далее. Полицейский это увидел. Мною заинтересовался. Пригласил меня в комнату полиции и мне пришлось все показать. То есть произошел небольшой обыск. Я все показал, что у меня есть. Он потрогал трипод, айпад, все кармашки, какие деньги у меня есть, наличие запрещенных предметов. Он взял у меня паспортные данные, сфотографировал, куда-то отправил на WhatsApp. Также он попросил меня разблокировать айфон, айпад. Он посмотрел все кадры и сказал, ничего страшного. То есть они не грубо это делают, они улыбаются, все прекрасно, как бы. Просто сказали, что главное полицию не снимать. И сотрудников любых учреждений, то есть продавцов, уборщиков и так далее. Потом еще в Дубай-моле меня попросили удалить все фото и видео, которые я для вас сделал для этого видео. И пришлось сделать это. Опять мячик упал. И оформили мне бумажку, где было написано, что я не знал законов и местных правил в Дубай-моле. То есть снимай все, что хочешь, только без разрешения в Дубай-моле снимать нельзя. И тем более секьюрити и лиц, которые там работают, сотрудников. Ну, обслуживающий персонал, те, кто мороженое делает, KFC, Макдональдс и так далее. Ну, полицейские еще подписались на мой YouTube-канал. В принципе, посмотрели видео, им понравилось очень даже. Особенно про Дубай. Они сразу улыбнулись, когда увидели. Вот такие необычные дела сегодня произошли. Ну, это интересно. Новая страна, новые законы, поэтому буду изучать дальше. Жилье у меня недорогое. На Бусти я рассказал. Если я это видео сейчас записываю, то на Бусти, скорее всего, уже есть информация, как здесь недорого снять жилье. Очень недорого, вообще за копейки. И здесь жить можно очень тяжко. Ой, а давайте в воду зайду, вам расскажу. Там, в воде мне лучше как-то общают. Волны мощные пошли от корабля этого, от яхты. Здесь я чувствую себя более расслабленно в водичке. Видите, у меня все сгорело от того, что я... Короче, давайте расскажу. Метро меня досмотрели. Вытащили из рюкзака. Абсолютно все, что у меня было, потому что я вызывал подозрение, может, какое-то. Хотя я просто хотел снять видео. Сотрудник полиции извинился, конечно, потом, что у меня ничего запрещенного нету. Но, блин, я так пообсирался немножко от страха. Вот, потому что непривычно, когда тебя обыскивают. Потому что в России, как бы, полиция на меня вообще внимания не обращала, когда я видео снимал. А в Дубае, да, я типа тут, этот, турист. Турист, короче. Вот, но полиция здесь хорошая, очень вежливо общаются. Потом еще в Дубай-моле меня секьюрити остановили и спросили цель съемки. Попросили показать все, что у меня есть. Какие фотографии я сделал, паспорт отсканировали, у них специальное приложение. Как и секьюрити в Дубай-моле, так и полиция. Они отправили кому-то на WhatsApp мои данные. Я спросил, будет ли штраф. Ну, конечно, все общение происходило на английском. Штрафа сказал, не будет. Вздохнул с облегчением, слава богу. В общем, крупно повезло. Они понимают то, что здесь законы, да, строгие. Но из-за того, что ты турист, к тебе всегда относятся более-менее так, мягко. Это приятно. А учитывая то, что здесь русскоязычного населения очень много, к русским относятся здесь очень хорошо. За это им спасибо огромное. Нельзя снимать секьюрити, полицию, тем более. Вот я серьезно говорю, вообще не стоит снимать. Снимать можно только себя. А когда еще Буш-Халифу снимаете на камеру, нельзя комментировать. То есть можно просто видеоряд использовать. Но во время того, как снимаете Буш-Халифу, говорить ничего нельзя. Я еще все законы почитаю. Интересно будет. На бусте я рассказал, как здесь недорого жить и как жить по московским меркам. Ну, по московским ценам, дешево. Также от вас мне нужен один совет. Вот как сделать так, чтобы когда я купаюсь, переодеть трусы, не снимая другие. Прикольные чипсы тут продаются. Принглс маленькие. Ну такие в России тоже есть. Стикс я в России еще не видел. Вообще, что хочешь, такие необычные продукты, это забавляет. То есть нет ничего того, что тебе все надоело, и здесь все новое. Картинка новая, товары новые, язык другой. Короче, если у вас депрессуха, сюда приезжайте, у вас все новое получится. Сейчас у нас 33 градуса жары, а время 8 доходит. Вот эту штуку я с ананасом пил. Такая бомбовая штука вообще. Там кусочки ананасов еще. Здесь мне еще что нравится, то что этот. Много напитков интересных. Кокосовые там, я не знаю, всякие сладкие, ананасовые, с кусочками ананасов. И они недорого стоят. Допустим, это стоит 70 рублей, короче. 75. Они такие недорогие, вкусные, блин. Самое то, когда ты в жару ходишь, гуляешь, оп, открыл, разные вкусы. Каждый в магазине разное можно найти. Не знаю, кофейные напитки, легкие перекусы всякие. Вообще класс. Вот эту штуку я еще не пробовал. Сейчас я ее буду пить. А как она, экватор? Кокосовые что ли? Я вообще люблю кокосы. Ну что, пищины, давайте попробуем. Люблю такие напитки. Что-то среднее между водой, молоком и кокосом. Кокосовая вода, точно. Кокосовая вода. Весьма необычно, но больше я не возьму такое. Я не думаю. То есть вы привыкって. Ну что, я не знаю?